всем привет мои хорошие с вами кемели и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео это мук банк и я уже знаю что в комментариях будет куча сообщений по типу фу как это можно есть и так далее но я люблю ребята мне нравится вкусно но попробуйте вы тоже это же просто что-то с чем-то я буду кушать прям палочками вот и макать мы с вами будем в наш араб вот ее сломала но не беда не беда я не то что прям голодная просто я это люблю но это любят не все это корын как говорится по азербайджанский по-русски я не знаю как правильно это называется это внутренности говядины а вот я люблю мне нравится попробуйте вы тоже вам тоже может понравиться еще здесь у нас копченая курица курочка копченую обожаю вот давайте приступим макаем я кушаю с удовольствием мне очень нравится единственный минус наша раба это то что после него зубы становится серый и он очень трудно отмывается еще я носила брекеты и после брекетов у меня зубы стали какие-то матовые я сняла брекеты сделала отбеливание и после этого они мне как-то сильно окрашиваются раньше вот что угодно кушала проблем не знала вот после брекетов кто не знает я носила брекеты три с половиной года это я не получила результат который действительно ожидала а фатя уже второй раз носит брекеты то что зубы возвращаются в исходное положение тут я не согласна у меня как бы такого нету хотя я капы не носил у меня просто был ретейнер ну и просто стоматолога если честно попался не очень хороший в том плане что он не был ортодонтом я просто пошла лечить зубки он мне предложил поставить брекеты я не видела людей которые у него проходили с брекетами и как они остались довольны или нет поэтому как то так такая вкуснятина ребята выходили разнообразие я для вас приготовила разнообразие такого точно никогда не было один раз зачет снимала хаш это суп из копыт точнее не из копыт а из ног коровы все не то что заходите ли меня все начали писать что айка блин жалко тебя туда-сюда как ты можешь это есть не стоит из-за видео заставлять тебя а я не заставляю прикол в том что мне это нравится вкус у нас с вами разные кто-то привык не есть такое я привыкла есть сегодня это будет третье видео надо смонтировать и выложить вам я такой сет с роллами нашла завтра сниму для вас кстати насчет закрытых комментариев идет спрашивают почему я все таки открыла честно там не знаю 500 хороших комментариев и один негативный он может настолько тебя задеть и обидеть что у тебя пропадает прям мотивация что-то делать я ценю всех кто пишет что-то хорошее но иногда бывает комментарии они не прямо оскорбительные меня оскорбительным бывает очень редко очень редко но иногда бывает такое напишут что-то такое что заставит меня задуматься последнее это то что мне написали что твой парень слишком много тебе запрещает айка мы тебя любим как бы хотим чтобы ты была счастлива но не кажется ли тебе что он очень много где лезет я так почитала и клянусь я прям целый день прям об этом думала думала может реально они правы они как бы видят со стороны я много чего не вижу потому что знаете как я видела подруг у которых знаете такие розовые очки они были настолько счастливы вау круто все а я например со стороны видела все по другому так же и вы то есть вы видите со стороны правильно вот когда совсем прям знаете какое-то оскорбление да конечно я могу удалить но сейчас у меня брат он как бы модератор моего канала и когда совсем такие знаете жесткие оскорбления ну совсем на эти мат перемат но хотя мат перемат youtube сам ликвидирует это даже не вижу в общем иногда вы пишете что то такое что не то что меня оскорбляет а реально я очень ой господи очень задумываюсь после этого комментарии и думаю особенно когда пишут айка мы тебя любим я тебя давно смотрю но обратите внимание на это я такая сижу смотрю например аватарка знакомая человек который мне всегда пишет хороший комментарий она же мне что то плохое писать не будет правильно значит действительно она со стороны это видит поэтому я одно время закрыла но если честно закрыты мне немножко скучно потому что иногда подписчики которые тебя любят они могут что тебе посоветовать например снимай в этой комнате здесь освещение лучше или вот в этом видео хороший звук а вот в прошлом плохо например что то подметить как то подсказать это какой то фидбэк да раньше я вам говорила когда закрытые комментарии просмотры падают но сейчас нету такого вы видите что где открытые комментарии там больше закрытые комментарии больше 100 тысяч вот и поэтому я не знаю что делать как как быть я стараюсь много работать много снимать вот вчера мне что то вечером я даже в инстаграм выложила пост в историю не то что просто просто написала и поставил это в историю мы просто такое ощущение что я не выкладываюсь на сто процентов то есть я могу снимать больше я могу снять например моя комната что я не знаю мукбанг ладно один-два можешь снять в день больше же не снимешь ты просто не съешь физически столько мукбанг как же вкусно как же вкусно в общем у нас 18 числа снимают все ограничения уже можно что хочешь делать после 18 хотя число зараженных увеличивается мне кажется все уже как-то забили на этом скоро будет ам коронавирус ну коронавирус и что ну это не значит что я прям как закончится самоизоляция пойду гулять не знаю кино домино и все дела нет ребята я все равно предпочитаю сидеть дома буду идти на работу возвращаться ну сейчас тоже я уже начала работать на дому я получается экономлю только время которое я трачу на дорогу а так дома я работаю столько же сколько я бы работала на работе мне кажется после этого люди и вообще предприятия они перейдут в оффлайн да онлайн то есть много кто будет работать дистанционно то есть тебя требует проделать определенную работу а вот это вот показушничество на работе у меня шутка раздражает когда работники просто делают вид что они что-то делают по факту по факту ничего макаем давайте давайте немножко по отвечаю на вопросы всем привет скажи пожалуйста слушаешь ли ты песни блогеров люблю ава елена официал офишел как говорит мой парень ты говоришь неправильно это офишел в общем задает вопрос что касается песен блогеров честно я совсем таких знаете подростковых блогеров не смотрю например как авами лиса вообще детский контент да это просто не знаю десять лет и ниже мне кажется или например Катя Адушкина мне песня лично нравится но я ее влоги уже давным-давно не смотрю мне как-то не очень интересно извиняюсь ребята а вот Катю Адушкину как бы я песни слушаю но старые ее песни мне нравятся бьюти бомб лимонад вот эти новые нет я вот некоторые говорят блогеры они все становятся певцами как же это плохо а что здесь такого хотят поют есть люди которые их слушают замечательно что-то нам главный из блогеров который мне нравится в плане музыки это Морген Штерн хотя многие считают что он не блогер но он начинал с блогинга мне очень нравится его песня хотя меня многие не поймут ребята если вы тоже слушаете Морген Штерна напишите пожалуйста у него своеобразное творчество но мне заходит вот кто еще у нас там поет у Пушман две песни две или три в общем песни мне честно не очень зашло а молодец она стараются и все дела и вот многие пишут у нее там голоса нет и все дела но ребят очень много блогеров у которых нету голоса и у них все замечательно то есть дела идут хорошо и все дела мне почему-то кажется что Пушман это конкретно влоги это просто влоги как мне говорят у тебя это просто жратва следующий вопрос Айка как ты считаешь блогеры-миллионники у них по 150 тысяч просмотров на видео а у тебя мало подписчиков на много просмотров я не знаю как ответить на этот вопрос просто у меня ребят канал новый поэтому так я думаю потому что например миллионник он создал канал лет семь десять назад правильно это аудитория которую он набрал ну короче за время и возможно даже эти аккаунты уже не активно кто-то например создал аккаунт и забыл про него например у меня у меня у меня в основном ну где-то половина моих зрителей смотрят мои видео а например мы заходим к той же Пушману которой 2 миллиона и у нее на каждом видео по 150 тысяч и получается ее всего смотрят там не знаю семь процентов да ее аудитории и это не потому что она стала неинтересна ребят нет это просто потому что эти аккаунты уже давно заброшены и никто ими не пользуется я думаю что это из-за этого вы может не знаете но я создала свой канал два года назад хотя чуть раньше у нее наверное два с половиной года ну в общем и целом мы как бы не такие уж старые блогеры то есть в том плане что у нас мы не так давно на ютубе я считаю что пока что все двигается очень даже хорошо я довольна просто я считаю я не вкладываюсь на сто процентов я должна больше работать я считаю я всегда думала если у меня будет канал и хотя бы десять тысяч подписчиков я буду каждый день минимум одно видео выкладывать и мама говорила это ты сейчас так говоришь а прошли годы год реально как вкусно как же это вкусно ребята особенно с наш рабом и потом такие серые зубы бомжара привет а тасс тасс у тасс ты вы с вы Продолжение следует...